Всем привет! Это новый выпуск автоисторий, а это естественно значит, что у меня для вас приготовлено кое-что интересное. Поехали! Мне всегда хотелось показать вам разные варианты тюнинга легендарного Рубль 40, он же легендарный 140-й, помимо всем известного дикого Брабус 7.3С, который наводил шорох в 90-х. Для начала все-таки скажу вводные характеристики самой мощной модификации 140-го. Это конечно же появившаяся еще в 1991-м модель 600 сел. Под его капотом таился фантастически крутой на то время 12-цилиндровый мотор М120 на 6 литров с двумя 24-клапанными головками блока. Отдача ранней версии составляла аж 408 лошадиных сил. Позже в 1993-м модификацию переименовали и мощность снизилась уже до 394 сил. Ну так вот, по тестам этот гигант длиной в 5 метров 21 сантиметр разменивал первую сотню всего за 6,15 секунды. Время скажу я вам фантастическое для представительского седана. Проходила машинка с места дистанцию в 400 метров всего за 14,32 секунды. Что опять же дико быстро для времен стильного хита Justify My Love – Мадонны. Тогдашняя 12-цилиндровая семерка в 32-м кузове нервно курила в сторонке. Да что там, даже вышедшая в 1994-м 750 IL в 38-м кузове не могла объехать стандартного 600-го кабана. На что же были способны тюнинг монстры, смотрим далее. Американское тюнинг ателье REN TECH, о котором я говорил неоднократно. Его основатель, кстати, Хармут Фейхел, успел поработать инженером как на Мерседесе, так и на АМГ. Не забываем, что раньше АМГ была обособленная компания. Так вот, мастера REN TECH доработали М120 по максимуму. Мало того, что они взрастили объем путем применения новых коварных поршней, шатунов и коленчатого вала, так еще и поколдовали над головками блока. Применяли ребята и, естественно, новую прошивку. В итоге получили объем в 7,4 литра. Мощность достигала неимоверных 576 сил. Доработана у REN TECH S74 была и подвеска, и тормоза. Последние могли похвастаться дисками увеличенного диаметра с иными суппортами. Диски на данной машине стоят от конторы Lorenzer, как, собственно, и дорогие деревянные вставки в салоне. Одно из объяснений. Возможно, за основу REN TECH-овцы брали 140-й со стайлингом Lorenzer. А возможно, и просто закупали у них эти элементы. Ну так вот, динамика S74 была просто какой-то не то, что фантастической, а просто нереальной. Первую сотню машинка разменивала за 4,6 секунды, а по другим данным и вовсе за 4,4 секунды. На что в 90-е были способны только уже настоящие суперкары. Да и вообще, например, М5 так поехала только почти через два десятилетия. А М5 Е34 тогда просто казалась каким-то тихоходом. С ее результатом в 5,9 секунды до сотни. Учитывая еще то, что это был бизнес-седан. А 140-й это настоящий гигантский представительский экспресс. Максималка этого громила точно неизвестна, но была явно за 300. Запчасти на такой 140-й в тюнинге стоят баснословно дорого. Ну а заработать на них поможет GetX, режим Crash. Заходим на сайт, пополняем баланс, выбираем сумму и жмем поставить. В нужный момент забираем сумму и так, пока не дойдете до нужного вам результата. Ура! 11500 на счету. Потом заходите в пункт «Вывести средства», вводите сумму вывода и выводите на карту. Ну и приятный бонус. Промокод AUTO дает 50% к сумме пополнения баланса. А за репост из паблика ВК GetX дарит 100 рублей и 5 рублей за подписку на рассылку в Телеграм. Ссылки в закрепленном комментарии. Ну а чем мог крыть Брабус в 90-х? Оказывается, помимо модели 7.3S, существовала и модификация 7.4S. Дабы сохранить престиж и быть производителем мощнейшего 140-го, люди из Брабус взрастили объем М120 аж до 7.4 литра. Да и базировался данный мотор на основе версии на 7.3 литра, которая выдавала, как мы знаем, 582 лошадки. Но в нашем случае, путем увеличения объема и некоторыми другими манипуляциями, мощность взрастили аж до 620 лошадиных сил. А крутящий момент достиг просто поразительной цифры в 800 ньютон-метров. Скажу я вам, для атмосферного мотора это крутейший показатель. С таким атомным реактором под капотом махина массой в 2 тонны 190 килограмм умудрялась разгоняться до сотни всего за 4,7 секунды. А максималка в зависимости от передаточного отношения редуктора варьировалась на версии 7.4 S от 290 до 320 километров в час. Гоняться тогда на таком представительском седане можно было разве что с топовыми Феррари и Ламборгини где-нибудь на автобане. Ну а если хотите еще жести по тюнингу 140-го, вот вам более современный проект от одного венгерского тюнинг ателье KO Motors. Так как это более современный проект, венгерские тюнеры не стали дорабатывать мотор М120, а запихнули под капот 140-го мотор М275АМГ от версии CL65АМГ. Этот 6-литровый битурбовый V12 в стандарте выдавал свыше 600 сил. Но в данном случае была доработана ШПГ и путем манипуляций с турбинами, охлаждением, впуском и выпуском, тюнерам удалось снять с мотора, не поверите, аж 858 сил. А в количество ньютон-метров поверить еще сложнее – 1190 ньютон-метров. Состыкован данный мотор был с автоматом от того же CL65, но коробку усилили. Кроме того, чтобы такой дикий заряд мотора уверенно передавался на колеса, инженеры применили более мощные полуоси. Подвеску, кстати, тоже доработали. А чтобы осаживать этого гиганта с таких же гигантских скоростей, KO Motors модифицировали тормозную систему. В нашем случае используются компоненты Брэмбо. И как вы думаете, поехал данный монстр? Ставьте на паузу и пишите в комментариях ваши предположения о результате 100-200 и размене первой сотни. Написали? Ну а теперь я их озвучу. До первой сотни хоть при каком-то зацепе машинка разгоняется всего за 4,3 секунды. А вот результат 100-200 просто ошеломляет и составляет 6,6,3 секунды. Быстро ли это? Ну, к примеру, такой 140-й в этом упражнении улетит от новейшей BMW M5 CS F90. А, например, Mercedes E63 AMG S 2022 года останется далеко позади. Уедет такой 140-й даже от Lamborghini Huracan. Погоняться на KO860 можно даже с мощными мотоциклами. По некоторым данным, автомобиль был построен для одного коллекционера из Казахстана, который приобрел данного красавца за 225 тысяч евро. Если, возможно, он смотрит мой ролик, попрошу его отписаться в комментарии и поведать, до какой же скорости он разгонялся на этом суперавтомобиле. Ну а если вам понравился данный ролик и вы хотите еще продолжение по тюнингу 140-го и других подобных роликов, жду от вас 10 тысяч лайков и обязательно пишите комментарии под видео из не менее 5 слов для продвижения канала. Сегодняшний вопрос вам – какова мощность вашего авто?